Около 10 лет наш город ждал этого события. Отрадно, что столь престижные соревнования состоялись в юбилейный год. В спортивном зале было не протолкнуться сильнейшие армрестлеры боролись за право получить путевку на чемпионат России. Открыл турнир президент федерации армрестлинга России Александр Филимонов. Здесь собрались самые сильные спортсмены в нашей стране, конечно, после чемпионата. Теперь мы старались самые крупные соревнования. Помните об этом? Гордитесь этим. Но те, кто займет последние места, должны не отчаиваться, а просто помнить о том, что нужно просто больше и лучше тренироваться. Всего в город приехали около 400 борцов из 9 регионов. Представительство более чем солидное, потому и конкуренция у столов была не шуточная. Конкуренция очень высокая, сразу можно сказать. Несмотря даже, что у нас есть маленький юношеский возраст, даже среди них уже конкуренция очень высокая. А взрослые еще пока не начали, но вот уже юниоры начинают, конкуренция очень высокая. Вы видите поединки, слышите эмоции, то есть это уже говорит все само за себя. А если говорить о спортивных званиях, то здесь только мировых имен, то формат действительно очень-очень высокий. Стартовал турнир утром. Тогда прошли предварительные схватки и первые финалы. Нижнекамцы смогли завоевать медаль. Одним из призеров стал Шамиль Хакимов. Первый раз на КФО участвую. Ну, на левую руку, как бы сказать, легко выступил. Не очень тяжело. Все. Нижнекамцы, как ты думаешь, смогут ту принц составить? Наверное, смогут. Мы на Татарстане первое место взяли по городам. Думаю, на ПФО тоже возьмем. По итогам выступления награды получат не только отдельные спортсмены, но и команда победителей по сумме заработанных медалей. Шансы, не знаю, у всех равные. Стол рассудит. А, ну, принципиальные соперники, наверное, Марсель Хайрединов и Павел Гаврик. Много знакомых здесь? Да, все почти знакомые. На трибунах начинающие спортсмены соседствовали с титуловными представителями этого вида спорта. Одна из них – Елена Вранчихина, серебряный призер Европы. В нашей команде около 40 человек. Пермский край, юниоры и взрослые. Борьба только началась, юниоры начали выступать, еще только на левое отборолись. Есть свои звездочки, у кого-то поражение, у кого-то слезы. Все в эмоциональном высоком напряжении находится. Это армористы. Очень высокий уровень УПФО. Здесь очень развита команда Татарии, Башкирии, Удмуртия, Самара подходит. Пермский край. Также мы тоже дадим свой напор страстей. Поединки не прекращались и на минуту. Схватки велись параллельно за шестью столами. Первый результат уже известный. Так, Ксения Зарянкина в своей категории взяла золото. Я в основном всегда до 18 лет и до 21 года становилась первой. Но по женщинам мне почему-то немножко не хватало стать именно первой. А в этом году я приехала и у нас как бы сегодня левая рука и я стала первой. Я очень рада этому. На чемпионате по имену. Участников относительно много, да, предыдущего года. Но конкуренции я бы не сказала, что у меня такая сильная конкуренция, чтобы такие были сильные соперники. Да, есть девочка наша, Чистополка, то есть Адели Фоздалова. Я считаю ее очень сильной соперницей, то есть достойной соперницей. Соревнования продолжатся завтра. Завершат турнир финальной схватки. Тогда судьи и определят команду победителя.